Здравствуйте, друзья! В нашем сегодняшнем очередном выпуске давайте поговорим с вами о значении и символике церковной свечи. Вы, конечно, все знаете, и это не секрет, что в церкви существует такой древнейший обычай, как возжигание свечей. И хотя в Ветхом Завете в основном говорится о светильниках и лампадах, священный огонь зажигался уже в те далекие времена. Вы, наверное, помните, кто из вас читал Ветхий Завет, что повеление устроить светильник с семью лампадами было дано еще Моисею, самим Господом Богом. В те времена перед свитками закона Божия все время горела неугасимая лампада, символ того, что закон Божий – это светильник, который светит человеку. Мы с вами знаем и, конечно, можем также с уверенностью сказать о том, что закон Божий содержится и в Евангелии. И вот, возможно, именно поэтому в древней Иерусалимской церкви и приняли за правило перед выносом Евангелия нести горячую свечу, а во время его чтения зажигать все свечи, знаменуя, что свет евангельский просвещает всякого человека. Потом постепенно этот древний обычай перешел и к другим поместным церквям. Впоследствии стали зажигать свечи и лампады не только перед Евангелием, но и перед другими священными предметами – перед гробами мучеников, перед иконами святых в ознаменовании своего благоговения к святыне. Впоследствии постановление святых отцов Седьмого Вселенского Собора определяет, что святым иконам, мощам, кресту Христову, Святому Евангелию воздается честь кождением фемиама и вложением перед ними свеч. Вот такое внимание свече уделяется потому, что ее свет – это образ божественного света Иисуса Христа, который воссиял всему миру. Также это символ света, который воссияет нам в жизни будущего века. Воск и елей еще в древние времена, в древности верующие приносили к храму в качестве добровольных жертв. Блаженный Симеон Солунский, объясняя символическое значение воска, говорит, что чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния и готовности впредь к послушанию Богу, как бывает мягок и податлив воск. Многие из вас, наверное, заметили, что если и чем торжественнее в храме совершается богослужение, тем больше в нем горит свечей. И это, конечно, тоже не случайно. Горение свечей символизирует также нашу молитву, молитву человека к Богу. Она должна быть такой же горячей и устремленной в небо. Вот таково в общих чертах значение церковной свечи, которую мы с вами зажигаем в храме и дома. Ну, а если мы теперь перейдем от истории и богословия свечи просто к современной жизни храма, то поймем, что продажа свеч, помимо прочего, составляет также и существенную часть его храма дохода. Свеча в церковной лавке, купленная прихожанами, является основным пожертвованием, позволяющим этому храму жить и совершать свое предназначение. Если денег, скажем, у человека нет, то мы их просто от души даем. Пусть ставят и пусть молятся. Ситуации бывают самые разные. Вот то, пожалуй, что сегодня хотелось бы сказать вам на эту тему. Думаю, ничего нового, конечно, не открыл, но поскольку нас смотрят люди только-только начинающие интересоваться этими вопросами, то, думаю, для них этот выпуск тоже может оказаться полезным. Вам же всем, как всегда, говорю спасибо за ваше внимание. Вот по силам будем продолжать дальше. Всем желаю здоровья, сил, помощи Божьей и до новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры. Христос посреди нас.